Дорогие друзья, здравствуйте! В рамках Digital Aviation Forum 2018 мы пригласили побеседовать Гагика Маратовича Григоряна, ведущего системного аналитика авиакомпании UTAIR. Гагик Маратович, большое спасибо, что нашли время побеседовать, ответить на наши вопросы. На дворе 2018 год. В вашем понимании, что такое на сегодняшний день цифровая авиакомпания? Существует множество определений, недавно возникших цифрового общества, цифровых предприятий. В содержательном смысле, наверное, цифровая авиакомпания – это предприятие, которое освобождает от рутинных операций и своих клиентов, своих пассажиров, и своих сотрудников. Технологии позволяют следовать этим принципам. Онлайновые системы, мобильные приложения, все те же самые традиционные компьютеры делают возможность оградить людей от операций ватинного характера и минимизировать усилия на организацию перевозок, на организацию путешествий, либо выполнение своих производственных обязанностей. Я понял. А скажите, пожалуйста, авиакомпания UTAIR может сегодня претендовать на характеристику именно цифровой авиакомпании? Я думаю, более правильно было бы сказать, что авиакомпания UTAIR осознанно идет по пути превращения в цифровую авиакомпанию. Есть определенные проекты, которые уже завершены, но еще больше предстоит сделать. Если говорить конкретно, то довольно высокая доля продаж обеспечивается с помощью онлайн-технологий, будь то продажи билетов на сайте, будь то продажи с помощью мобильных технологий. Кроме того, спектр услуг постоянно расширяется, и возможность продажи сопутствующих услуг, который раньше тормозился по технологическим причинам, сейчас успешно реализован с помощью электронных решений. Не забываем мы также и своих сотрудников. В частности, существует ряд проектов по отходу от традиционных бумажных технологий как для летного состава, который использует планшеты при подготовке и осуществлении летной деятельности, для инженерно-технического состава. Сейчас идет проект по использованию планшетов для техобслуживания и ремонта воздушных судов. Есть проекты по отказу от бумажных документов при общении с контрагентами и поставщиками. Ну и еще больше сделать в этом направлении предстоит. То есть путь будет долгим, но я надеюсь успешно. Гагик Маратович, Вы перечислили сейчас те проекты, но они касаются, в моем понимании, внутренней деятельности авиакомпании. Но, насколько я знаю, авиакомпания ориентирована на внедрение цифровых технологий, безусловно, в интересах своих потенциальных клиентов и пассажиров. Не могли бы Вы, может быть, какие-то примеры актуальные из этой области привести? Ну, собственно, речь идет, во-первых, о том, что сделать максимально удобным покупку билета и регистрацию. Речь идет о том, чтобы дать возможность пассажиру приобретать дополнительные услуги на всех этапах жизненного цикла. Это сравнительно новое слово и не только для нас. Есть возможность учесть личные преференции пассажиров, поскольку известны поведенческие особенности пассажиров, часто летающих. Соответственно, корректная обработка подобных данных дает возможность предлагать подобному пассажиру то, что нужно ему, и не предлагать заведомо нерелевантные предложения. Гагик Маратович, скажите, пожалуйста, вот путь к цифровой авиакомпании, он, в принципе, стандартен для любого перевозчика? Или в каждом конкретном случае этот путь как бы уникален? Потому что, я почему объясню, потому что UTR, безусловно, очень большая маршрутная сеть, очень много аэропортов, где базируются ваши воздушные суда. Маршрутная сеть, так как она большая, она предполагает, что разный контингент пассажиров, которые пользуются услугами вашей авиакомпании. То есть, есть ли какие-то нюансы у UTR какой-то особый путь, уникальный? Или все-таки путь к цифровой авиакомпании в целом стандартен для всех? Наверное, все-таки, по большому счету, путь стандартен. Тем не менее, существует очень большое количество нюансов и мелочей, а дьявол, как известно, живет в них. Поэтому, наверное, нет двух одинаковых авиакомпаний с точки зрения траектории движения к цифровому будущему. Вы абсолютно правы. Есть особенности, связанные с маршрутной сетью, есть особенности, связанные с парком самолетов. В конце концов, с экономической целесообразностью тех или иных инноваций, которые очень выгорожно выглядят на этапе обсуждения, но генерируют достаточно умеренные денежные потоки. Поэтому каждая компания выбирает себе свой путь, который определяется теми приоритетами, которые выстраивает авиакомпания, решая для себя, что ей сейчас важнее. — Понятно. А скажите, пожалуйста, в Российской Федерации на пути к цифровой авиакомпании есть какие-то ограничители, препоны, в том числе, я имею в виду и какое-то законодательство, потому что я так понимаю, что оно все-таки не отвечает, на мой взгляд, тем требованиям передовым, которые существуют в отрасли. Вот ваше видение этой ситуации? — Мне представляется, что технологический аспект не самый сложный в переходе к цифровой операционной деятельности. Ну тут, например, притчево-языцах посадочный талон. Год назад анонсировалось в России отказ от бумажного посадочного талона, а так, для сведения, уже более, наверное, 5 или 8 лет, как в Европе, эти талоны не в ходу. Тем не менее, в Оссена не там, в Домодедово стоит оборудование, которое позволяет проходить на борт без бумаги, но бумагу все равно печатают, потому что так принято, потому что так предписывают нормативные документы. Это, так сказать, рудимент, видный пассажиру. Рудимент, видный летчику — это невозможность полностью отказа от бумажного полетного задания. И тут тоже вся проблема в том, что должна быть какая-то субстанция, на которую следует поставить печать. Без штампа медицинского контроля летчик никуда не летит. Соответственно, для перевода в безбумажную форму подобных производственных процессов нужно иметь либо огромный ресурс убеждения, который бы позволил сослаться на действующее законодательство. Это себе может позволить не каждый. Либо отсутствие соответствующего законодательства, которое бы прямо предписывало действовать так, а не иначе. Все бы вздохнули свободнее, если бы согласно вновь принятой норме использование бумажных документов было бы ограничено. А так все усилия технологических инноваторов наталкиваются либо на несовершенство законодательства, либо на традиции, согласно которым законодательство интерпретируется в удобной для оппонента форме. Ну, тем и так или иначе нужно с этим что-то делать. Про ограничения законодательные понятно, но в моем понимании есть еще для перевозчиков ограничения экономического характера, в том числе региональных, потому что в моем понимании внедрение таких инноваций, информационных технологий, оно все-таки требует значительных финансовых вливаний. Вот авиакомпания UTAIR уже почувствовала какой-то эффект для себя, то есть не были, условно говоря, на ветер зря выброшены средства? Я думаю, что почувствовала. Ну, наверное, можно тут обратиться к классическому примеру отказа от бумажного авиабилета, через который прошли у нас все. Как бы то ни было, этот процесс не был легким и не был бесплатным, поскольку потребовалось развернуть такую достаточно значимую инфраструктуру, чтобы от бумаги перейти к онлайну. В этом плане большую помощь оказывали и партнеры, понимающие текущие сложности и делающие со своей стороны все возможное, чтобы подобный переход не был бы болезненным. Ну и вот в более свежих проектах, таких, допустим, как автоматизация процессов поддержания летной годности, внедрение системы, которая позволяет планировать мероприятия по техобслуживанию воздушных судов, по обеспечению этого процесса необходимыми ресурсами, дал уже вполне конкретный экономический эффект, о котором мои коллеги уже на тех или иных форумах докладывали. Горгий Маратович, мы живем в информационный век, и у всех на слуху такое понятие, как кибербезопасность. Действительно существует эта проблема в авиационной индустрии, или это как бы, ну просто модное словечко, за которым никаких угроз не стоит? Это совершенно точно не словечко, это уже реальность, с которой, наверное, каждой компании, работающей на рынке, приходилось уже сталкиваться не раз. То есть киберугроза – это явь? Киберугроза – это явь уже несколько лет, более того, это явь, которая имеет тенденцию достаточно энергично развиваться. Угрозы эти, как показывает практика, растут, растет вариативность, растет изощренность злоумышленников при попытках воспользоваться теми или иными слабостями технологий или организации бизнеса. Ну, к этому надо быть готовым, потому что электронное общество – это дом со стеклянными стенами, в котором любое ваше, даже ни слова, на движение может быть использовано против вас. Поэтому нужно быть постоянно готовым к тем угрозам, о которых вы имеете представление, но и в большей степени быть готовым действовать по обстоятельствам, когда реализуется угроза, о существовании которой вам ранее было ничего неизвестно. То есть это наше будущее, и нам в таком мире… Ну, я так понимаю, что по теме кибербезопасности, безусловно, нужно работать на опережение, то есть быть проактивным, не латать дыру, когда она уже случилась. То есть как это делать? Ну, наверное, все-таки о наибольших успехах коллеги могут доложить по поводу борьбы с уже существующими угрозами. Собственно, существуют модели угроз, в которых перечислено все то, что может произойти, и действия в случае их наступления. Наверное, самая лучшая рекомендация – это быть готовым к тому, что не ждешь, а для этого не расслабляться ни на минуту. То есть постоянно мониторить все вопросы, связанные с технологиями онлайна и интернета, и любое отклонение от нормы или от среднего интерпретировать как попытку вторгнуться в ваше корпоративное личное пространство. Тут лучше иметь повышенный уровень опасности, чем быть излишне безалазным. Лучше перебдеть, чем не добдеть. У меня завершающий вопрос, Гавик Маратович. Мы беседуем в рамках Digital Aviation Forum. В 2018 году это мероприятие переформатировано и, по сути, проходит в первый раз в новом обличье. Какие у вас впечатления, каково ваше мнение о новом формате? Я участник IT-форума с довольно приличным стажем. Мне очень приятно и тепло, что на протяжении этих лет менялась не только аудитория, но и менялся форум. Менялась повестка дня, менялась концепция подачи материала. Новые тенденции, подхваченные уже на уровне регуляторов, на уровне правительства, введшая в обиход понятие цифрового общества, цифровой экономики, не осталась безответным и у строителей форума. Соответственно, повестка нынешнего форума заметно отличается от прошлого. Увеличилась область охвата, расширился горизонт, что очень отрадно и позволяет понять, где находимся мы в общем контексте движения вперед общества и отрасли. Гагик Маратович, большое спасибо, что пришли. Дорогие друзья, мы беседовали с Гагиком Григоряном, ведущим системным аналитиком авиакомпании «ЮТЕЙР». Большое спасибо за внимание. Большое спасибо вам за возможность поговорить о том, что вы близко. Спасибо, Гагик Маратович. Спасибо.